Время бизнес новостей на телеканале Кубань 24. Здравствуйте. И прямо сейчас расскажу, в каких отраслях вырос спрос на сотрудников и что обсудят российские предприниматели с китайскими коллегами. Ну а теперь обо всем подробнее. Банки Кубани немного сократили кредитные портфели. Собокупное значение с начала года уменьшилось до 270 миллиардов рублей. При этом общероссийский кредитный портфель банков показал положительную динамику и вырос с начала года на 0,6%. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро. С января по апреле этого года население страны заняло у банков больше 606 миллиардов рублей. Позитивную динамику прироста демонстрируют 35 регионов России. В половине из них рост превысил среднее значение. Отмечу, что жители Кубани в этом году начали активно брать суды. Уже вдвое больше, чем в прошлом году. Можно ожидать, что в конце второго квартала региональные банки догонят федеральных коллег по объему кредитного портфеля. Реальные доходы россиян вернутся на докризисный уровень к 2019 году. Такой прогноз озвучило Федеральное министерство экономического развития. Советник президента России не так давно сообщил, что с начала этого кризиса в стране появилось 5 миллионов людей с доходами ниже прожиточного минимума. Министерство труда и суд защиты России насчитало в стране 19 миллионов таких людей. Число малоимущих до экономических трудностей составляло десятую часть всего населения страны. Сейчас и доля выросла до 13 процентов. На восстановление прежнего уровня доходов россиян понадобится несколько лет. Согласно прогнозу Минэкономразвития, число бедных к концу следующего года превысит 13,5 процентов. А в 2018 году оно достигнет пикового значения почти в 14 процентов. Реальные доходы населения могут вернуться к уровню 2015 года только к 2019. Добавлю, что в Краснодарском крае ощущается кризис намного мягче, чем во всей стране. За счет развития производства продуктов питания и развития туристической отрасли регион сохраняет рабочие места и доходы населения на достойном уровне. Продолжаем тему заработка. На Кубани в этом месяце значительно выросло количество вакансий на одном из крупных порталов по поиску работы. Число размещенных на сайте предложений увеличилось вдвое по сравнению с прошлым годом, а соискателей стало на четверть больше. Служба исследования рекрутинговой компании заметила резкий скачок спроса на строителей, административный персонал, специалистов сферы продаж, маркетинга и рекламы, профессионалов банковской отрасли. Самая сильная конкуренция в секторе госслужбы, на одну вакансию претендует сразу 26 человек. Чуть меньше конкурс в сфере добычи сырья. Выросло число претендентов на должности топ-менеджеров, юристов, бухгалтеров. Среди студентов и выпускников число соискателей выросло незначительно. Велик шанс найти работу у консультантов, страховщиков, строителей, медиков и фармацевтов. В этих сферах конкурс на место самый низкий. Грузовикам пропишут объезд. В Краснодарском крае водителям фур предложат объездные пути к морским гаваням. Об этом стало известно на заседании Совета безопасности по подготовке санаторно-курортного и туристического комплекса региона к летнему сезону. Предложение внес прокурор Кубани Леонид Корженек. С июня поток отдыхающих в наш край вырастет в разы. Многие на личном транспорте отправятся в Крым через Керченский пролив. Поэтому нужно предусмотреть альтернативные маршруты движения грузовиков, которые проследуют в порты и к месту строительства моста через пролив. Ответственные органы получили рекомендацию создать комфортные условия на накопительных стоянках в порту Кавказ. Предприниматели России и Китая соберутся в Сочи. В главном медиа-центре курорта 31 мая начнется форум малых и средних предпринимателей двух государств. В приоритете у организаторов сотрудничество между Россией и Китаем. Встреча должна обеспечить продвижение отечественного экспорта на рынок дружественного государства и привлечь зарубежные инвестиции в субъекты федерации. Вне деловой программы состоится презентация российских и китайских регионов, объектов малого и среднего бизнеса, инвестиционных проектов. Форум пройдет в формате «Год в Китае, год в России». Регистрация участников проходит на официальном интернет-портале форума. Ну а теперь о курсах. Валюты сдали свои позиции. Доллар подешевел и стоит 65 рублей и 89 копеек. Евро тоже не удержался. Новый курс от Центробанка – 73 рубля и 46 копеек. Такими были самые интересные деловые факты к данной минуте. До свидания.